И последний вопрос. Ассалам алейкум. Правда ли о том, что Усман женился на двух дочерях пророка? Алейкум ассалам. Итак, по поводу того, на самом ли деле Усман женился на двух дочерях посланника Аллаха. Во-первых, необходимо заметить, что у Алибну Абиталия, который был бесподобен среди сподвижников, то есть среди сподвижников посланника Аллаха абсолютно не было ни одного человека, который стоял бы хотя бы близко к его светлости, по своим достоинствам, по своим похвальным и благим качествам. Посланник Аллаха сказал по поводу его светлости Алибин Абиталиба, алей-иссалат, 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 «Ана мадинату л-илм ва алиюн бабуга, ва ана дару л-хикма ва алиюн бабуга». Я являюсь городом знаний, Али является вратами в этот город. Я являюсь обителем мудрости, а Али является вратами в эту обитель. То есть и огромное множество, в том числе и то, что его светлость Алибин Абиталиба, алей-иссалат, алей-иссалат, был женат на дочери посланника Аллаха, алей-иссалат, алей-иссалат, и множество других качеств, которых не было ни у одного из сподвижников, даже что-то близкое не было. И поэтому, когда узурбаторы пришли к власти и последующие вот эти вот поколения узурпаторов, амияды, аббасиды, когда они пришли к власти, естественно, им мешала вот эта вот разница, разница между сподвижниками, между Алибин Абиталибом, алей-иссалат, алей-иссалат. Например, по поводу города знаний, имеется выдуманный хадис о том, что Али является вратами в этот город, а Абубакр, Умар и Осман являются крышами, стенами, окнами и еще чем-то там являются. Для чего? Для того, чтобы сказать, что вот они тоже на уровне, на этом же уровне, на уровне его святости Алибин Абиталиба, алей-иссалат, алей-иссалат. И одним из таких выдуманных историй является история о том, что Усман женился аж на целых двух дочерях посланника Аллаха, алей-иссалат. Почему? Потому что Алибин Абиталиба, алей-иссалат, сам был женат на дочери посланника Аллаха, алей-иссалат. Нужно было что-то подобное придумать и для Усмана. А сам Усман абсолютно был не в курсе о том, что он женат на целых двух дочерях посланника Аллаха, алей-иссалат. По этому поводу имеется огромное множество доводов и доказательств. Я приведу несколько. Например, в «Всяких Аль-Бухаре» приводится предание от Абдуллах ибн Умара, который сравнивает между собой Усмана и Али. И здесь говорится, его спрашивают, «Фамаа каулю ка фи Алиен ва Усман?» В этом издании, это издание Султания, предание под номером 45.15. Итак, его спрашивают, что ты думаешь по поводу Али и Усмана? Он говорит, что касается Усмана, то Аллах его простил. И у меня такое ощущение, что вы его не хотите прощать. То есть прощайте Усмана. Это вот все, что Абдуллах ибн Умар сказал по поводу Усмана. И он говорит, а что касается Алии, он является двоюродным братом посланника Аллаха. И является его зятем. То есть сравнивая Али и Усмана, Абдуллах ибн Умар в хадисе из «Сахих Аль-Бухари» говорит, что Али является зятем пророка, а про Усмана про это не говорит. Про Усмана всего лишь говорит, что Аллах его простил, а вы не хотите его прощать. Здесь совершенно ясно, что если бы и Усман был бы зятем пророка, тем более и на двух дочерях был бы женат, то тем более Абдуллах ибн Умар об этом сказал бы. Это предание из «Сахих Аль-Бухари». Помимо этого, имеется огромное множество доводов и доказательств, что никаких дочерей, помимо ее светлости в Хатиме, конечно же, посланника Аллаха не было. Почему? Потому что мы встречаем множество преданий, множество хадисов о том, что посланник Аллаха приходил в гости к Фатиме, она приходила в гости к нему, он встречался с ней, разговаривал с ней, были какие-то общения, он уходил в поход, прощался с ней, когда с похода приходил, навещал ее в первую очередь и так далее. И по этому поводу огромное количество имеется хадисов, как в сунистских, так в шиитских источниках, но нет ни одного даже слабого хадиса о том, что посланник Аллаха как-то взаимодействовал с другими какими-то дочерями. Нет ни одного даже слабого хадиса. Почему он никак не взаимодействовал? Почему он с ними не встречался, не прощался? Почему они к нему не приходили? Например, имеется хадис о том, что когда посланник Аллаха, мекканцы, притесняли, то Фатима за ним ухаживала. Где вот нечто подобное по поводу других? Да и потом, где их потомство? Мы знаем потомство Фатимы, где потомство других дочерей посланника Аллаха, они вообще никакого потомства не имели. Где их потомство? Где эти люди, которых они родили? Где их имена? Где их могилы? Где их собственные могилы? Где внуки пророков? Это же непростые люди. Если они родили кого-то, то у них должны были быть внуки. И потом, в последующих историях с Усманом, куда они подевались? Где взаимодействие? Мы знаем жен Усмана, мы знаем истории про них. А где истории про дочерей посланника Аллаха? Почему посланник Аллаха не взял этих дочерей на мубахля? Когда у посланника Аллаха был день взаимного проклятия с христианами, он взял Фатиму, Али и их детей. Но где все остальные дочери? Почему вообще никаких указаний на это нет? Почему нет указаний по поводу, например, Фатимы, имеются хадисы, когда мусульмане просили ее руки, приходили и просили ее руки. И по этому поводу между мусульманами было какое-то соревнование. То есть каждый хотел стать зятем посланника Аллаха, но эта честь досталась именно его святца Алибнабиталиба, алейхи салатусам. Почему подобных историй мы не сталкиваемся в отношении других дочерей? Они же тоже были дочерьми посланника Аллаха, алейхи салатусам. По-любому, они тоже имели такое же положение, женитьба на них тоже и была честью для человека. И все это свидетельствует о том, что эти дочери всего лишь выдуманы для того, чтобы их выдать за Османа ибн Афана.